Дорогие друзья, здравствуйте! Good evening, good evening, добрый вечер на планете Земля 21 века. Приглашаем вас все к нам в гости на сегодняшнее наше интервью 28 мая 2021 года 21 века. Здравствуйте! Сегодня мы на Манеже, на самом прямом. Моя фамилия Дэл Джордж из Баварии, с трех границ сегодня у нас. Мы сегодня не с нашего королевского города Нюрнберга. Сегодня у нас отпуска, и мы гуляем, отдыхаем по нашим Баварским Альпам. Ребята, у нас очень весело, очень интересно, очень хорошо. Прекрасная весенняя, летняя погода переменным облачным. Но самое главное, что в горах далеко лежит снег, и альпийский загар можно у нас местами баварский заметить. Итак, ребята, сегодня у нас 105-е интервью ровно за год и три дня, которые провели мы. И сегодня 105-е интервью, нам очень приятно, что у нас интерес проявляется наших гостей все больше и больше. И самое, что интересно, у нас сегодня первое наше гостье, первое гостье в этой творческой области. У нас было много артистов и художников. Сегодня у нас гость, это у нас нужна артистка величайшего, величайшего театра, большого и маленького и великого, какой только есть на делом свете. И наша любимейшая Анастасия Волочкова. Здравствуйте. Давай, звоним. Привет. Привет, Анастасия. Привет. Слышно? Это получилось технически главное. Вы знаете, Джордж, что я вот впервые это делаю вообще, на самом, нет, второй раз, вот этот прямой эфир, потому что я не знала, как технически это сделать. Я веду свой Инстаграм просто вот так, знаете, как говорится, ну как Бог на душу положит. Вот. Вы меня видите? Ну хорошо, вы хотя бы меня ждите. Еще как вижу, еще как слышу. Анастасия Волочкова. Ну это не красно, но тогда мы подождем, когда присоединятся какие-то люди, гости. Я хочу сказать, на сегодняшний секунду уже 536 человек присоединился, и эта цифра добавляется. Просто вы далеко стоите, вы не видите, а я это все делаю. А ну поближе вставь. Вот так? Нет, тогда шаг назад. Шаг назад. Да, вот так. Нет, далеко, немножко ближе. Чуть-чуть. И влево, чуть-чуть влево. Сюда? Нет, в другую сторону. Вот так, стоп, не двигаться. Заврите на секундочку. Теперь здравствуйте, Анастасия. Сегодня у нас 28 мая 2021 года, и ровно за год и три дня у нас сегодня 105-я звезда Анастасия Волочкова. Здравствуйте, и ваше приветствие ко всей публике на планете Земля. Пожалуйста. Здравствуйте, вам реверанс от балерины российского балета. Звезды в небе, мы все люди, и ходим по одной земле, и, вы знаете, дышим одним воздухом. Поэтому очень здорово, что мы с вами, Жорж, поговорить. Сегодня собрались, и, возможно, соберем такую аудиторию, которая будет тоже небезразлична, то, о чем мы сегодня будем говорить. Но, в свою очередь, я хочу сказать вам большие слова благодарности о том, что вы небезразличны к искусству, к культуре, и таких людей не очень много. Нет, не много, но таких, как вы, единицы. Я один, не, я один такой все, как и вы одна на белом свете. Есть повторения еще какие-то, может быть, похожие вещи, но мы с вами одни на белом свете, и это очень приятно. Кстати, Анастасия, я такой маленький нюанс скажу. Моя первая группа в детстве, не поверите, меня мама отвела в балетную школу. Можете представить, мне было 5 лет. Да вы что? А меня моя мама привела в 5 лет в возрасте моем, 5-летнем, не в балетную школу. Она привела меня в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на балет «Щелкунчик». И тогда, ой, вы знаете, увидев эту сказку, я подумала, что эта сказка будет моей жизнью, и мне очень захотелось стать частью этой сказки. Я реально верила, что это так и будет. Но я не ожидала того факта, что когда я стану балериной и попаду в этот мир театральных подмостков и этих структур, что это будет не совсем та сказка, о которой я мечтала. Но она получается? Все таки идет дальше? Все, продолжение следует? У меня продолжение следует. Можно я сниму каблуки? Я просто, знаете, люди добрые. Пока снимайте каблуки, хорошо. 15 сантиметров. Но поскольку вы меня видите только наполовину, нам же еще предстоит пообщаться. Я просто чуть-чуть сняла, куда мне подвинуться? Вправо, влево? Пока все нормально. Я буду вас контролировать. Чуть левее, чуть правее, чуть выше. Проблем никаких нет. Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот тот выбор, когда делают, вот когда вас выбирали, первый вот такой пробный вариант, когда вы пришли с мамой, как они проверяли вообще тогда, вот именно девочек, и как проверяют сегодня девочек, чтобы делали первые шаги в балете. Как это происходит? Там руки, что-то плечики крутят, ветят. Что там в этом плане? Нет, ну, вы знаете, Жорж, вот когда я пришла в балетное училище, мне было уже 9 лет, а с 5 лет до 9 не было у нас каких-то кружков. Я в Санкт-Петербурге родилась и жила там на окраине города фактически. Не было кружков, но я грезила балетом, я очень хотела стать балериной. И когда я пришла в 9 лет в балетное училище, оказалось, что у меня не было данных никаких. То есть вся эта растяжка, мои шпагаты, вот все данные, которые есть, гибкость, выворотность, это всё выработано большим трудом. У меня этого не было изначально. И получилось так, что меня вообще не приняли даже в балетное училище. А можно я вас спрошу? Я, поскольку только второй раз в жизни веду этот тримомофир с вами вместе, получается, так, счастье. А мне смотреть, чтобы вам в глаза это вот это верхнее окошечко или в нижнем? А куда вам больше нравится, чтобы я лучше видеть? А мне больше в ваши глаза. Тогда мои глаза видны? Да, тогда вы, я вас смотрю, тогда вы на вас тоже. Это вообще потрясающе. Это вообще просто потрясающе. Так вот, я хочу сказать, чтобы у меня не было никаких физических данных. И меня не приняли в балетную школу. И знаете, как было, и, может быть, добрым друзьям и людям, которые присоединяются к нам, будет интересно узнать, что, знаете, вот если бы не его величество случай, вы бы не знали меня как балерину. А на самом деле я выходила из этой приёмной комиссии. Это был такой, знаете, зал, где потом я училась математикой, как ни странно. Знаете, я шла по коридору, у меня глаза были полные слёз. И мне этот коридор казался очень длинным и большим. Но когда я не так давно приехала в Санкт-Петербург, в балетное училище, мне уже Николай Цаскоридзе, мой друг и партнёр, проводил экскурсию по уже совершенно новой Академии русского балета, я подумала, боже мой, такой маленький был коридорчик, но в то время он казался мне очень длинным и большим. И, знаете, я шла, и мне навстречу шёл седовласый человек взрослого возраста. И, вы знаете, он увидел меня рыдающей. Он взял меня за руку и спросил, девочка, почему вы так плачете? Представляете, мне 9 лет, это у меня навы называют. Для меня уже тогда был как-то... Культура-мультур, видите, культура-мультур это... Шадный момент. И он спросил, почему? Я сказала, вы знаете, дяденька, я очень хочу стать балериной, но у меня нет данных никаких, и меня не приняли в это училище. Я не знаю, что мне делать, я потерялась, я не знаю, где мне найти мою маму. А мама ждала внизу, как все родители, ну, переодевались там, какие-то купальнички, все внизу все ждали. И он говорит, а вот у вас нет данных, а вы готовы их разработать, выработать? И я ему сказала, я готова на все, чтобы выйти из этой школы балерины. Вы можете писать. И оказалось, что этим седовасом, мужчиной, был Константин Михайлович Сергеев, художественный руководитель этого училища балетного. Да вы что? Я отвечаю вам. Это его величество случай, который меня всегда спасал. И он меня взял за руку, привел обратно в эту приемную комиссию и сказал, господа, ну, он так интеллигентно всегда общался, господа, давайте позволим этой девочке учиться, она очень хочет стать балериной. И он мне сказал, станцуйте Польку. А я не знала, что это такое, я не знала, что это название танца. Для меня Поля было имя, Полина, Ольга. Полячка, да? Но зазвучала музыка, я потанцевала что-то. То есть от Либида получали, да? На эти условные, на эти дни. Мне поставили двойку тогда. Но очень мудрые люди подсказали моим родителям, я не зря вам это все рассказываю, я рассказываю это не вам, а тем, может быть, родителям детей, вот у которых есть мечта. Я пример того человека, который, придя в школу без всяких данных, вот вышел из этой школы балериной с красным дипломом. Мои родители подписали заявление, такой документ, что если у нашей дочери не будет успехов на протяжении года, то мы забираем девочку по собственным желаниям. И вот это, знаете, как говорится, документ, письмо, оно как домоклов, меч надо мной висело, но очень мудрые люди подсказали моим родителям, что уроков в школе будет недостаточно в балетной. И мои родители наняли мне дополнительных преподавателей. Ученицы Анастасия Бартанова. Кто это был? Да. Это так многословно, вы меня прерываете, потому что я правда. Ну как-то... Не, не, я имею в виду, что это за педагог у вас был, который параллельно, дополнительный, кто это был? А я вам расскажу, вы знаете, я просто... Пожалуйста. Вот смотрите, у меня вот как график складывался в моей жизни, да, вот когда я была в балетном училище. Давайте. Я вставала раньше всех утром, я молилась сначала, потому что я первый первый человек с детства. Потом с 8.30 утра начинались занятия в Академии русского балета. Там были смешанные занятия все, специальные, общеобразовательные, всё было вместе. В общем, с 8.30 утра до 7 вечера, потому что у нас была ещё производственная практика, это так называлось, мы учили всякие там вариации, там что-то такое, с балетом. И после этого я возвращалась домой, мой путь составлял где-то, ну, примерно на час 20 от дома до балетной школы и обратно. И приезжая домой, я занималась дополнительно, я объясню как. Вы знаете, сейчас я веду репортаж из моего прекрасного дома, из такого роскошного особняка, я его заслужила всей своей жизнью. А мы жили в простой квартире, и в маленькой комнате раскладывался ковёр, раздвигались кресла, и мои родители прибили мне к стенке такой, знаете, балетный станок, очень маленький. Да, ну что? Да. И моим педагогом, которого у меня нашли мои родители, была, ну, я не знаю, может быть, многим людям это имя ничего не скажет и не будет значить, но для меня это женщина, которой я обязана всей своей жизнью, это Эльвира Валентиновна Кокорина, её нет в живых, она умерла в тот день, когда умерла Майя Михайловна Пресецкая. И, вы знаете, вот она учница Агриппины Вагановой, Агриппина Ваганова это великая русская балерина, чьим именем названа Академия балета. И, вы знаете, вот она в моих ножках вот так вот ковырялась с утра и до вечера, получается, и она оставалась всегда за кадром, понимаете, и восемь лет подряд, не пропуская ни одного дня, ни одного дня, я работала с ней. И мои родители уделяли внимание её сыну, он был старше меня, ну, не знаю, лет на 10, наверное, Артём, а она уделяла время вот мне и тому, чтобы моё становление было. Она поддерживала во мне веру. И я хочу сказать всем-всем-всем родителям, у кого есть дети, которые хотят чего-то достичь в жизни, самое главное в детях веру поддерживать и силу Духа, потому что на своём примере я скажу, что у меня педагог по балету была такая, Дина Сергеевна, она мне с первого класса говорила, да из тебя ничего не получится, ты не будешь балериной, уйди отсюда, там на какую-то заднюю палку, вот дай дорогу девочкам, у которых есть данные, ты будешь врачом, инженером, кем хочешь, только не балериной. Люди, вы представляете, а я хотела быть балериной, и я каждый день кропотливо работала над этим, на том, чтобы у меня немножко подъём появился на ноге, чтобы у меня там ножка чуть повыше поднималась, и всё. Нельзя в детях веру разрушать, её нужно только поднимать. И единственные люди, кто поднимали во мне дух и веру, это была вот эта Эльвира Валентиновна Кокорина, мой педагог, частный педагог, назовём, да, так. И вот моя мама, в принципе, всё. Анастасия, вот скажите, пожалуйста, здесь получается, как весы, плюс и минус. Один педагог говорит, что вы никогда не будете пригодны и не станете балериной. Вот в этот момент, что вы чувствовали, как ребёнок? Вы же всё-таки ребёнок были, вам 9-10 лет было. Какое чувство у ребёнка, если вот топят его вниз, вот прям берут и топят? Что чувствовалось в эти дни? Это же была не одна репетиция, а годами же это шло, правильно? Конечно. Я могу сказать, добрые люди, когда разрушали во мне веру и говорили, что это не будет возможным, я безумное разочарование я испытывала. Но, вы знаете, я чувствую, что по-волочковски я начала мыслить, думать, чувствовать и быть, именно быть по-волочковски уже вот с тех лет, с 9 лет моего возраста. И я могу вам сказать, что это происходит до сих пор, потому что, когда мне говорят, что это невозможно, это мой путь. Я иду этим путём, потому что я лёгких путей не ищу. И я понимаю, что это мой путь против течения. Так шли балерины, которые стали легендами. Это Анна Павлова, это Матильда Кшесинская, это Галина Мланова, понимаете, это Майя Бесецкая, конечно, мой педагог и наставник. Вы знаете, я могу сказать, что те люди, которые думают, что всё, вот весь успех и всё добро и слава и успех валятся на плечи, это люди заблуждающиеся. В моей жизни никогда так не было с первых лет, понимаете, вот с первых лет. Поэтому, с одной стороны, разочарование, но с другой стороны, вера в свой успех и, главное, в силу воли. Мне помогло ещё то, что у меня папа спортсмен, он чемпион Советского Союза по настольному теннису Юрий Палаченко. И когда папа мне рассказывал, как он добивался своих успехов, как он ради достижения цели, чтобы стать чемпионом, он родился в Запорожье, в Украине, в небольшом городе, я там танцевала уже много раз, он спал ночью в этом зале, в спортивном, на вот этих матах. Звук пропал. Звук пропал почему-то. Звук пропал. Не слышу я вас. Не слышу, не слышу. Пропал звук почему-то. Пропал звук, не знаю, что-то там. Проконтролируйте. Почему-то звука нет. Вы меня слышите? Я не слышу вас. Не слышно ничего, не слышно. Зависло немножко. Ребята, немножко терпения. Чуть-чуть терпения, чтобы у нас куда-то что-то вылетело. Бывают помехи, если в интернете, сами понимаете, электроника. Последние дни весны все готовятся. Слышно сейчас? Здравствуйте, Анастасия. Сейчас вы появились, но я вас пока не слышу. Кто там у нас на подмоге? Сами справляетесь, или кто-нибудь рядышком подскажет вам что-нибудь. Не слышу, почему-то пропало. То есть, видимость великолепнейшая, но я вас не вижу, но я вас не вижу, Анастасия. В чем там дело? Может быть, звонки какие-то параллельные идут, или еще что-то? Что-то куда-то пропало и исчезло. То есть, видимость есть, а связи, то есть, слышимости нет. Все летят, люди появляются, все пишется, все контролируется, но пока нет. Но пока налаживается связь, Анастасия, проверьте, чтобы параллельные телефоны все были отключены. Я не знаю, слышите вы меня или нет, Анастасия. Не могу понять немножко, в чем там дело. И камеру немножко отпустите, я вас не вижу. Немножко. Вы, наверное, меня тоже не слышите. Давайте сохраним сейчас, чтобы снова переключиться. Слышно? Вы имеете в виду, выключится, еще раз включится? Сохраним эту часть, а потом продолжим вторую часть. Скажите, сейчас я переключусь еще раз, хорошо? Включимся еще раз, давайте.